Всем привет! Ты прям, кто еще кофе не пил, а уже такой бодрый. Снова с вами Александр Курашов и тот самый Олег. Снова тот самый Олег. Хэштег тот самый Олег. Если кто не в курсе, о чем мы, о ком мы сейчас вообще говорим, вы можете зайти в любую соцсеть, в любую, даже в Одноклассники, в MySpace и написать там хэштег тот самый Олег, и вам выйдет куча всяких вообще левых фотографий. Я в том же попробовал, ради прикола, залез, смотрел, какая-то вообще дичь какая-то. Но среди всей этой дичи вы сможете найти целеустремленное лицо того самого Олега, который ставит перед собой цель и не сдается, пока не достигнет этой цели. Вот такой вот сегодня у нас человек в прямом эфире. Нет, не прямой эфир. Мы просто записываем. Так, что-то я сбил с темы. Значит, Олег сегодня в гостях. Вкратце расскажу, где мы находимся. Мы находимся у меня дома. У нас дома тут надысь не далее, чем позавчера случился ледяной дождь на горе. Все ветки льдом покрылись, там сантиметровым слоем льда попадали. Естественно, провода все оборвались. Короче, у нас нет электричества в доме, поэтому если вы на фоне слышите шкварчение, шипение, это камин. Мы сидим перед камином. Кофе у нас уже готов, поэтому я сейчас начну его разливать. Уютненько, но... Прохладненько. Но это Олег прохладненько, потому что он заболел немножко, приболел. Мы его будем лечить сегодня. Сказал бы слабак просто. Я уже сказал, но до эфира, поэтому сейчас на эфире, видишь, вот. Лечить мы его будем сегодня методом... Охоты. Методом охоты, правильно. Целебной охоты, так сказать. Душ сначала вылечим, а потом телом займемся. Ну, то есть ты сам там займись. Сегодня у нас... А, ну давайте я про лед договорю до конца. В общем, полная карамба. Очень красиво, нереально. И вот сегодня Олег ко мне ехал, и я бы хотел услышать его описание. Как менялся мир вокруг по мере приближения к нашей Медвежьей горе. Сегодня, проделав этот путь к тебе, твою гору действительно можно назвать Медвежьей. И вообще можно назвать горой. Обычно я приезжаю, весь в телефоне, пытаюсь еще параллельно работать по дороге. Сегодня нужно было чуть побольше концентрации. Потому что кругом лед. Одну дорогу полностью перегородило, упало какое-то дерево. Я видел, как большие пикап-траки объезжали по обочине. А как ты проехал там? Да, я там не проехал. Я развернулся, поехал по встречке. Сдавал назад. В общем, да. Очень красиво, очень сюрреалистично. Ты заметил, как едешь, едешь, ничего, ничего, а потом бац, все ледяное стало вокруг. Я тут сегодня тоже утром ездил в город. Это очень круто, очень контрастно. А вчера, извините, я тебе сказал, ну Олег рассказывает, теперь сам перебиваю. Ну я такой человек, я не могу по-другому. Мы любим тебя слушать. Я просто хотел еще один слой на это навертеть. Прекрасного, слой прекрасного. Назовем этот подкаст, выпуск 58, слои прекрасного. Вот, сбился опять с темы. Вчера ездил в горы, вчера был облачный, сегодня солнечно, красиво, прям чудесно. А вчера было облачно, ну как облачно. Я выезжал с горы, съехал, и прям только я спустился к подножию, все, стало вдруг ясно. Туман исчез, облако осталось наверху горы, и вокруг все стало нормально. То есть, никакого там льда. Да у вас, наверное, свой какой-то микроклимат. Тут прям буквально миля. Отсюда отъезжаешь милю, и все нормально. Я считаю, что здесь все нормально, а там у них скучно, обыденно и серо. Ну, в смысле, под них я имел в виду у вас. Вот на этой позитивной ноте мы и начнем новый эпизод подкаста «Один процент удачи». И сегодня мы будем говорить о... О тебе. Да, я как-то на днях с Аней написал, что следующий эпизод должен быть однозначно про таргет-панику. Да. Прям я ее ярый или яркий представитель. Что такое таргет-паника? Давайте, знаешь, что? Вот нас же слушают еще люди, которые из лук не стреляют и не охотятся с луком. Вот у них ее нет. Ага. Ты так думаешь. Нет, это факт. Ну, давай, продолжай. Я считаю, что таргет-паника есть у всех вообще. Нет, когда начинаешь... Вот если ты когда-нибудь в офисе сидел и скомкивал бумажку, и все твои сотрудники на тебя такие, ты не попадешь в корзину, которая в дальнем углу, я тебе говорю, у тебя случалась таргет-паника. Не ожидал такого поворота? Не, не ожидал. Я тебе говорю, таргет-паника есть у всех. У всех вообще. Ну, сейчас об этом модно говорить или об этом модно признавать. Наверное, в этом сейчас модно признаваться просто. Ну да. Возможно. Ну, я не признаю, у меня нет ее. Понятно. Ты мужик, самец. В феек есть, у меня нет. Ну вот. Началось это все вообще с арчери. Да, правильно? Потому что до этого никто про это никогда не говорил. А потом у лучников начала случаться какая-то непонятная штука. Что за штука, рассказывай, как феек попью. Штука? Давай я, наверное, расскажу не что за штука, а с чем я начал. Про себя. Что мне начало вообще мешать стрелять из лука. Хороший лук, хороший прицел, хороший релиз. В общем, все, из чего стрелять, все хорошо. Вроде и руки нормальные. Растягиваешься, наставляешь пин на мишень. И, блин, что-то идет не так. Начинаешь стрелять, стрелы летят в кривь, в кость. Как прям как-то? Что значит в кривь? Прям вообще никуда не туда? Не-не-не. Ну, не попадаешь вот в яблочко. Яблочко, когда я говорю яблочко, что-нибудь размером с кулаком. Станисный мячик. Станисный мячик. Ну да. Хоть ты тренинг не можешь попасть в станисный мячик. Причем раньше такого не было. Раньше была проблема в том, что я чувствовал, что у меня мышцы устают. То есть, первый год, наверное. Я чувствовал, что у меня там где-то рука, просто там где-то плечо, где-то так, где-то это. В общем, тогда я все это списывал на то, что я физически не готов к продолжительной стрельбе. Сейчас я начал замечать, что все гораздо хуже. И я просто боюсь самого выстрела. Либо это подсознательно. Я боюсь промахнуться. Либо я боюсь этого хлопка, который происходит в момент выстрела. Либо я не могу сконцентрироваться на том, чтобы просто поставить пин на одну точку на мишени и его там удерживать. И когда происходит выстрел, чтобы он там оставался. То есть, все получается вообще неправильно. Все получается так, как не должно быть. Подожди, а что значит боюсь? Почему ты боишься вдруг? Тебя никто не смотрит рядом за плечом. Тебя не стоит, не говорит. А, сейчас ты промахнешься. Приходит осознание, как должен происходить выстрел. Оно ко мне, это осознание пришло, наверное, может быть, год назад. Так, как должен происходить выстрел? Правильный арчери выстрел, это ты выставляешь. Я этому учить не буду. Ну, ты просто перечислишь, что ты мишен правильный выстрел. Выставляешь руку, растягиваешься, принимаешь удобное положение. И потом начинаешь той рукой, которая с релизом, неважно, это курковой. Ну, понятно, но неважно, какой тип релиза. Любой тип релиза. И ты начинаешь тянуть спиной назад, 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 назад тетиву. И потом у тебя происходит в идеале неожиданный или неконтролируемый или непроизвольный внезапный спонтанный релиз, выстрел. То есть тетива рассоединяется с релизом и полетела стрела. Слушай, пока на тему. Очень интересный был подкаст, где мы про это говорили. У меня в гостях были две девушки-спортсменки. Да, тогда я тебе скажу так. Я-то думал, блин, Саня, что ты за фуфло вообще рассказываешь? Вот реально. Все, что ты рассказывал раньше. Слушай, это прям комплимент. Саня, что ты какой-то фуфел рассказываешь? Какие там вдохи? Какое там с первой ноги, с правой ноги, с левой ноги подойти? Мышцами тянуть, да, спиной. Какое тянуть? Взял, растянул, палец положил, щелк, все прилетело в яблочко. Все, вообще проблем нет. Слушай, а сейчас... Это то же самое... Ты не считаешь, что надо переслушать сейчас этот подкаст? Я тебе более того скажу. Раньше твои рассказы про то, что вот этика охоты. Мне тоже казалось, блин, Саня, да задолбал ты уже этика охоты. Всем понятно. Пришел в лес, будь аккуратно, там, с мозгами ко всему подходи. Короче. Теперь я начинаю понимать, к чему это все будет. Спасибо за такую вообще рекламу офигенную прям. Я потом отдельно даже выставлю, вырежу это все и в инстаграм, в истории брошу, чтобы люди наконец-то начали слушать этот подкаст. Да не, не, это действительно важно, честно. Окей, спасибо. Вернемся к нашей таргет-панике. Так называемый таргет-паник. Те, кто таргет-паник, ты не забывай, что нас слушают даже люди, которые из лука никогда, может, не стреляли. Таргет — это цель. Паника — это паника, она и в Африке паника. То есть это боязнь цели? Боязнь попадания. Боязнь выстрела. Боязнь выстрела, да. Ну, наверное, так можно перевести. Ну, в общем, таргет-паник универсальный уже стал такой термин. То есть ты говоришь, что в силу каких-то неведомых причин, которые не подвластны тебе, ты вдруг начал бояться. По словам бояться, может быть, бояться выстрела. И за счет этого что-то происходит, что мешает тебе сделать точный выстрел. Да. Если я все пускаю на произвол, как обычно бывает на охоте. Ну. Ну, то есть это звучит неправильно, но на охоте получается как? Приходит зверь, ты, не задумываясь, растянулся, приложился. Если у тебя получилось более или менее соблюсти форму, это вообще отлично. Но обычно это получается… А почему ты не задумываешься? Казалось бы, надо задумываться. Когда-когда? А уж на охоте надо вообще вдвойне, втройне задумываться, чем просто тебе на заднем дворе стрелять в мишень. Потому что нужно быстрее стрельнуть, быстрее добыть, потому что какое-то есть давление на тебя. Давление. Давление. Вот это хорошее слово. Стресс. То есть это ситуация стресса. Оно тебя заставляет все сделать быстрее. Тебе хочется просто… Ты понимаешь, что мы сейчас прошли по кругу и вернулись к той же ситуации. Боязнь, выстрела, ну или таргет паника и стресс. И потом мы делаем полный круг и возвращаемся опять к боязни. Мы боимся, у нас стресс, что что-то пойдет не так, какая-то есть ответственность. Ты не думаешь, что как это все взаимосвязано? И все это вместе, вот как раз и весь круг порочный называется таргет паника. Верно. И в ситуации стресса оно усугубляется. Ко всему прочему, сам выстрел, это уже я не сам придумал, а прочитал умные дядьки, сам выстрел у мозга человеческого, это какая-то критическая ситуация. И мозг к этому не готов, он хочет быстрее… Да, высвобождение… Ну вот тут двойной момент, да, рассказывай. И как бы тебе мозг дает сигнал, что надо быстрее это сделать и все. Поскорее избавиться от этого стресса, потому что на тебя гнетет стресс. И ты такой, черт с ним, будь что будет, лети, эта стрела прилетит туда и прилетит, хрен с ним. Да. И ты поскорее спешишь. И я признаюсь, у меня такое есть. У меня тоже есть. А ты когда-нибудь останавливался, то есть ты уже весь такой прям растянулся, все уже прям стоишь. Чуть-чуть сложился, прям такой, и поймал симптом, и потом такой растянулся и опять начал. Бывало такое? У меня бывало другое. Я чувствую, что нужно опустить лук, потому что что-то уже пошло не так. Я слишком долго стою с ним растянутый, причем когда я пуляю по мишенькам. Или я начинаю тянуть, 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 у меня как-то неправильно тянется. И потом вместо того, чтобы сложить его, я просто беру пальцем – хопа! И ушла стрела. И полетела. И как бы она обычно прилетает в Галима. Ну да, конечно. Ну, значит, мы имеем какое-то удивительное, в плохом смысле слова, состояние психологическое, которое заставляет нас допускать ошибки. Верно. И чем стрессовее ситуация, не знаю, правильно это слово, нет, тем чаще это проявляется и тем оно больше усугубляется, ошибка. То есть, представляешь, я вот, например, никогда не участвовал в каких-то турнаментах. Ни спортивных, ни Target, ни 3D, ничего. Но я помню, что я, а кто не в курсе, у меня богатый опыт в киберспорте. Мы там гастролировали, ездили по городам на автобусе, на самом деле, со спонсорами, на все дела там. Вот, когда мы там в финале боролись, в Counter-Strike играли, вот адреналин тоже был. И колбасило нехило, и прям сидишь, у тебя прям, знаешь, всего такое напряжение. И я знаю, что я тоже допускал ошибки. Я знаю, что адреналин иногда помогал, как он, ну, как бы задуман, я так понимаю, природой. Реакция там повышается и все. Но уверен, что вот в мышлении, в ясности мышления, планировании, а когда это командная игра и там какой-то есть, ну, кто играл в Counter-Strike знает, там, карты всякие там, все остальное там, секунды тикают. Но надо думать, планировать, а я еще капитаном был, и надо команде еще там... Я знаю, вот, оценить стресс, я знаю, что мало того, что у меня ответственность там перед спонсорами, еще кем-то там, главное, что перед своими, перед командой, потому что, как говорится, побеждает команда, проигрывает капитан. Я знал, что сейчас мы проиграем. Ну, короче, в общем, в таких ситуациях, да, стресс это, блин, мягко сказано. И я уверен, что я допускал ошибки. И иногда говорил, типа, блин, там, делаем то-то, не подумав. Вот такая же абсолютная ситуация. Почему я сразу вначале сказал, что таргет паника, она случается у всех вообще? Ну, не все же признают. Ну, не все признают. Я, кстати, не признаю, у меня нет таргет паники. Понятно. Я излечился, знаешь, как я излечился? Я вам не скажу, есть лечение. Ну, ладно, все, я вру. Конечно же, у меня есть таргет паника, конечно, я тоже косячу. У меня она выражается просто. Вот ты сказал, мы, кстати, вернемся сейчас к тебе, потому что я тебя опять в очередной раз перебил. Но я уже даже не извиняюсь, потому что это уже бесполезно. Все привыкли. Не только я, все привыкли. Вот. У меня таргет паника выражается вот сейчас вот на дальней дистанции, 40 и дальше. Я не могу. У меня все время ниже прицел. Ну, пин. Точка. Хоть ты тресни. Я не могу. Ты боишься, что у тебя над мишенью пролетит? Я не знаю, что я боюсь, но у меня вот она не поднимается в мишень. Почему? Это, блин, надо долго копаться в себе. Кстати, был у меня отдельный эпизод про таргет панику. Там я много чего объяснял. Он короткий довольно. И там прям вот все по существу. Я советую послушать. Можете поискать на сайте. Кстати, вот сейчас. Сегодня прям по всем темам проскочим. На сайте, на официальном подкасте 1% удачи. Вы можете просто загуглить и он вылезет вам. Там можно поиск делать. Зайти в раздел подкаста и сделать поиск по ключевым словам. Вот если вы напишите таргет паника, прям по-русски таргет паника, то вам выскочит подкаст и можете его прослушать, который посвящен исключительно таргет панике. Там буквально что-то, по-моему, даже 10-15 минут просто чисто теория объясняет все, как это работает. Но мы сегодня вкратце все это тоже уже коснулись. Еще сейчас коснемся. Так вот, у меня вот на данный момент, у меня это выражено в том, что на 40 и дальше я хоть и тресень, не могу навести пин на цель. Естественно, это нехорошо, потому что я, когда я перестаю как бы задумать, контролировать выстрел, я пару раз заметил, что у меня происходит такая штука, что я вот нацелился ниже, хоть тресень не могу повести. И когда я нажимаю спусковой крючок, я одновременно левой рукой его подкидываю. И слава богу, это вообще жесть. И слава богу, что зачастую вот эта вот координация настолько запоздалая, что к тому времени, когда я подкидываю, стрела уже покинул лук. Потому что я как, ну как, я, наверное, понимаю головой, что если я сейчас чуть-чуть дерну, то стрела вообще улетит не пойми куда. Поэтому я, наверное, подсознательно, что само вот это слово подсознательно вообще в арчере не должно присутствовать нигде. В стрельбе вообще в любой. Ничего нельзя опускать на самотек, ничего не должно быть. Только в инстинкте, наверное. Ну и то многие поспорят. Короче. В общем, у меня такая тема. Какая у тебя? Помимо... Ты сказал, что у тебя прилетает куда попало. Не, ну не обязательно куда попало. У меня уже не совсем так все плохо. Значит, я всегда... Не всегда. Если я пускаю дело на самотек, то я... Я насмотрелся давным-давно, как стреляет Кэмерон Хейнс. Угу. А у него очень нестандартный метод стрельбы. Окей. Обычно у всех... Прикладка кому как удобна, но у него она повторяется из раза в раз, поэтому у него получается отлично стрелять. Но такой способ прикладки, как у него, он в принципе считается неверным. Угу. Среди большинства лучников. Он, когда растягивается, он большой палец кладет на затылок. Ну вот, ничего себе. Даже за ухо-то заводит. Да. Заводит за ухо, кладет на затылок. Потом я не знаю, где у него костяшки. Он тетиву опускает, подымает, чтобы у него кисер попал куда нужное. И потом он настроил свой релиз очень чувствительно. И он буквально кончиком пальца до него дотрагивается. И стрелали. То есть он, кстати, пальцем. Он стреляет исключительно пальцем. Типа он не дотягивает. Окей. Пауза. Чтобы вы понимали, как это работает, почему у него это получается. Вообще вот эта фишка, возвращаясь опять к тому эпизоду с двумя спортсменками, которые мне много чему объяснили. Смысл в том, что почему надо дотягивать спиной, а не пальцем нажимать на спусковой крючок. Смысл в том, что ты используешь крупные мышцы, то есть мышцы спины. И чем крупнее мышцы, тем увереннее и, как это правильно сказать? Меньше мелких движений. Да. То есть погрешность будет, ошибки будет меньше. То есть когда ты используешь мышцы спины, вероятность, не вероятность, а по факту, ну да, вероятность того, что ты допустишь какую-нибудь маленькую ошибочку, дернешь там релиз куда-нибудь. У Кэмерона Хейнса указательный палец, как мышца спины Александра Курашова. Ты правильно, совершенно верно. То есть нормальная такая спина, но я про тебя тоже не говорю, ты тоже у нас большой спортсмен. Ну да. Но обычный нормальный человек, у него, действительно, вот эти вот, у Хейнса, действительно, он же ого-го, спортсмен. Я думаю, что за счет этого он выкатывает. Ко всему прочему, у него настрел, я думаю, такой, что позавидует. Ты видел один из недавних постов, я просто прочитал и восхитился вообще. Во-первых, чувак мегапозитивный, во-вторых, он такую вещь сказал. Он, как обычно, он стреляет из себя из дома. Ну, с меня взял, примерно. Вот. Открывает дверь, прямо с кухни стреляет. Пока жена на работе. Да. И он там написал, типа, да, я уверен, что не все стрелы прилетели куда надо. Да, я уверен, что я наверняка сейчас, пока записываю это видео, как вы наверняка мне уже в комментариях сейчас напишите, что я куда, не все стрелы попал куда надо. Но, у меня к вам один вопрос. А вы-то сегодня стреляли? Вот. Ты прикинь? Вот, чувак, молодец. Красавчик. Я пытаюсь, конечно, блин, быть таким же позитивным. Я сегодня... Мне пришлось сегодня одного человека забанить в Инстаграме. Просто не выдержал. Я вон мне написал такую какую-то фигню вообще нездоровую. Думаю, ну зачем вообще это нужно? Я взял его забанил. Я давно очень не банил никого. Я вот не знаю, Инстаграм... Ой, Инстаграм. Кэмерон Хейнс в Инстаграме банит, нет? Но как он относится к негативу в комментариях, это просто восхитительно. Я пытаюсь брать с него примеры. Много к чему научиться. Но вот этот вот момент... Он так аккуратненько обратно всю ситуацию перевернул. Немножко подтрунил. Да. И в итоге... Но в итоге как бы все в позитиве осталось. То есть это надо уметь. К таргет панике возвращаемся. Кстати, видел, Кэмерон Хейнс рекламирует новые стрелы. Это вообще нет никакого отношения к таргет панике. А, да. В связи и истаны тоже. Да. Стрелы вышли на качественно новый уровень. Ну-ка, поподробнее. Раньше там долларов 200 за дюжину стрел оказалось уже прямо... Вот этот Day6 брал почем? Сто семь, наверное. Сто семь за дюжину, за двенадцать. Да. Ну, а это че? Триста баксов за двенадцать. Вау, вот это да. Мне кажется, это уже перебор. Ну, а че там у них крутого? А там типа... Тоже это Full Metal Jacket? Full Metal Jacket, только он какой-то там в другой геометрии. Он утолщается ближе к... Блин, интересно, как их обрезать, как потом торцевать. Вот это вообще мне непонятно. Я не знаю. Ну, мне кажется, вот уже... Даже я соглашусь с тем, что это перебор. Перебор. Ну, ладно. Ну, ты это сейчас говоришь. Ну, да. Через месяц у него... Подождем, пока маркетологи сделают свое грязное дело, введут меня в уши. Короче. Ну, ладно. Ну, ладно. Вернемся к таргет-панике. Давай заканчиваться. Потому что у нас еще одна тема очень важная есть. Мы поговорим про твой прицел. Твой уже... Не новый прицел. Ты уже его обкатал, настроил. Но мы сейчас к этому подойдем. Давай закончим с таргет-паникой. Как будем решать эту проблему? Что надо изменить? Нужно, прежде всего, быть готовым к выстрелу морально. Нужно в голове прямо настроить какой-то процесс, который у тебя будет происходить от раза к разу. Чтобы он повторялся постоянно. Один и тот же. Одни и те же шаги. У меня, кстати, вот порвался мой SpotHawk. Порвался SpotHawk? Релиз. Ремешок порвался. Да ладно, правда, что ли? Да. Ничего себе. Вот это ты даешь. На этом дырочку лишнюю сделал. А, окей. Слишком близко к краю. Да. В итоге, короче, я сейчас купил себе три релиза. Один из них я оставлю. Два назад отошлю в конкастер. Я посмотрю, какой из них мне наиболее подходит. План следующий. Сейчас стрелять только исключительно мышцами спины. То есть ты кладешь палец на спусковой крючок и тянешь, 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 тянешь. Чтобы происходило все наиболее натурально, что ли. Плавно. Вот. И еще мне нужно контролировать левую руку, потому что после выстрела я хочу… А как ты это будешь контролировать? Каждый раз не зимать. Что ты будешь делать, чтобы не забывать? Я себе просто говорю, не сжимай, не сжимай руку. То есть ты проговариваешь в голове что-то? Да, я себе прямо говорю, тяни, 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 руку не сжимай, не сжимай, не сжимай. Вот реально, такое у меня происходит в голове. Но у меня тоже происходит, повторяется. И в принципе, если я перестаю себе повторять это, то я ловлю себя на том, что оп, а рука-то уже держит лук. То есть получается, что… Я сейчас немножко продолжу эту тему. Тебе мозг говорит, значит так, правой рукой ты нажимаешь на курок, летит стрела, но потом у тебя будет вылетать из рук лук, поэтому у тебя надо схватить лук. Но иногда сигнал «схватить лук» получает левая рука раньше, чем правая говорит «надо нажимать на курок». И получается, что ты уже задушил лук, его скрутил во все направления. Потом правая рука спускает тетиву и получается… Ничего не получается. Плохо. Ну да. То есть как бы нужно, на стрел нужно работать. У меня есть релиз, который back tension, который с пружинкой, но без курка. То есть просто ты тянешь, 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 настраиваешь до какой-то там чувствительности его, и он потом щелкает, стреляет. Надо с ним стрелять больше. В общем, я тебе дам книжку, почитаешь по поводу «Таргет паники», и потом мы с тобой, уже когда я из России вернусь, потом мы с тобой еще раз эту тему обсудим всю. Давай, к этому моменту я уже, может быть, разберусь, как это. Потому что на данный момент я просто признаю, что есть проблема. Очень толковая книжка, она, по-моему, даже здесь где-то лежит. А, нет, она внизу у меня лежит. Ладно. Переходим. Давай еще минут 15 поболтаем, даже, может, меньше и заряжем. Давай, да. Можно даже пять. Расскажи, значит, ты купил новый прицел Garmin Zero. Да. Это, напомню, прицел, который совмещает в себе дальномер и непосредственно прицел. Очень классная, высокотехнологичная штука. Ты, ну, пока что ты только, вот мы что рассказывали, что ты его купил и все. Из коробки посмотрел и все. Теперь ты его установил на лук и настроил. Поделись впечатлениями. Да. Немножко настроил, немножко пристрелял. Пока все нравится, пока все хорошо. Единственное, что настраивать механическую часть довольно-таки сложно. Вместо того, чтобы сделать там какие-нибудь микронастройки, то есть там какими-нибудь щелчками, еще что-нибудь, там просто ты берешь шестигранником, откручиваешь болт и руками двигаешь прицел лево-право. Там есть деление. То есть, окей. Только микронастройки у них нет. Бывает такое, что ты сдвинул прямо на три деления направо, а нужно было на полделения. Потом ты ее двигаешь налево, и оно все у тебя сбивается. Ну, как бы вот эта вот часть. Ну, знаешь, большинство людей, включая меня, нет микронастройок на прицеле. Ничего, живем. Согласен. Так что не жалуйся. Хотя ты, наверное, думаешь, блин, я столько бабла отдал, могли бы туда вставить микронастройки. Ну, он не должен настраиваться механически много и часто. Один раз настроил все. Ну, один раз настроить немножко занимает времени. Ну, слушай, а с настройками вот именно в встроенном этом бортовом компьютере ничего там трудного не было? Там, в принципе, очень все пошагово, очень все интуитно. То есть тебе сам экранчик говорит, что делать дальше? Ну, окей. У меня нет Garmin часов, чтобы там оно все подружилось и чтобы говорило, куда прилетела стрела, там еще что-то. Ну, это уж совсем круто. Ну, а еще какие у тебя впечатления? Очень клевая штука. Прицел тебе подсказывает, как твоя прикладка. То есть там, значит, есть… Форма у тебя, правильно или неправильно? Да. Там есть радикал, который в форме кружочка. И в него… Он зеленого цвета. И в него помещается пин прицела красного цвета. Мало того, что ты должен совместить пип-сайт и сам прицел, как мы делаем во всех стандартных. Также ты смотришь уровень пузырек. То есть это все стандартно. Потом ты нажимаешь на курок, чтобы промерить расстояние, загорается этот радикал и в нем горит пин. Так. В кружочке. В кружочке. То есть надо еще поставить те. Да. Если ты начинаешь лук заваливать налево-направо, то тогда рисуется стрелочка, в какую сторону тебе нужно повернуть лук. Откорректировать. Откорректировать. Слушай, а как он это определяет? Ты это настраиваешь в самом прицеле? Не, ну ладно. Как он определяет? То есть ты смотри, он же не видит, у него нет там лазера, который сканирует положение пип-сайта и прицела. Он же этого не знает. То есть ты визуально совместил пип-сайт и прицел, как все делают, нормальные люди. Но потом, в дополнение к этому, у тебя внутри прицел на этом экране, где проецируются точки, у тебя рисуется еще картинка, где еще две точки, грубо говоря, надо совместить. Два объекта надо совместить. Не верно. То есть если ты визуально смотришь на пип-сайт, сквозь пип-сайт на прицел и у тебя визуально все чики-тыки, но при этом ты все-таки не идеальную форму приложил. То есть ты все-таки не идеальную. То есть на вид вроде как нормально все. Ну да. Что кто стрелял там в разное время суток, с разным освещением, знает, что пип-сайт и сам прицел, они там на визуальный диаметр вообще начинают меняться по мере того, как освещение меняется. То есть можно допустить ошибку. Так вот, чтобы эту ошибку предотвратить, вот этот прицел Garmin Zero, он еще каким-то образом определяет, вычисляет, правильно у тебя форма или нет. Вот как он это определяет, мне непонятно. Как определяет, я не знаю. Мистика какая-то, но он определяет, потому что я тоже что-то про это читал. Оно каким-то образом совмещает лазер, который идет от дальномера, который потом проецируется на мишени, и совмещает его с этим кружочком радикала. А, ты думаешь, ты с этим связан как-то? Да. С тем лазером, который дальномер проверяет дистанцию? И для того, чтобы это правильно настроить, это нужно с растянутым луком делать. И потом, если у тебя какое-то есть смещение влево-вправо, тебе в прицеле рисуются стрелочки, куда тебе нужно подвинуть, ты механически двигаешь прицел левее, правее, выше, ниже. Ну да. Ты это делаешь механически, потом опять растягиваешься, смотришь, тебе опять стрелочки подсказывают. То есть ты оптимально его настраиваешь под себя механически. И потом, если вдруг у тебя что-то пошло не так с формой, например, на охоте ты под углом каким-то начинаешь стрелять, ты не стрелял под этим углом или тренировался, и у тебя что-то где-то не совпадает, тебе прицел скажет об этом. Круто. То есть у этого прицела есть такая, можно сказать, что у него есть такая фича, фишка, которая позволит охотнику быть более точным, а иными словами, подранков меньше делать. Можно так сказать с натяжкой? Можно. Можно сказать еще одну интересную вещь. Ты когда стреляешь с три стенда, скажем, ты 7 метров, 6 метров на дереве, и зверь в 10 метрах от, или там в 8 метрах от, кроны. По какому пину ты будешь стрелять? По 20-му, по 30-му, по 40-му? Я, кстати, думал, где мы сегодня 30 метров. Я только что когда-то рассказал, я думал, где мы сейчас будем 30 метров ставить. Ты сказал, что зверь от тебя, от основания дерева, на каком же состоянии? 10 метров, скажем. Ну, близко. Ну, близко. Но я буду стрелять. У меня первый пин на 20-ке. Я буду стрелять, учитывая, что мне надо попасть вверх переднего легкого, низ дальнего легкого. Я буду стрелять по 20-му пину, но буду ставить его чуть ниже, чем... Чуть ниже имеется в виду буквально там на... Вот столько. Ниже, чем на 2. Это я сейчас сказал, на самом деле, возвращаясь к первой теме нашей беседы про таргет-панику, наверняка я чего-нибудь забуду. Я в стрессовой ситуации постараюсь запомнить, куда левую руку, куда правую руку, а вот куда стрелять я могу забыть. Это тоже таргет-паника. Я стреляю чуть по-другому, в принципе. Давай. Я опускаю прицел на оленя, я смотрю 20-30-40. Все пины в килл-зоне. Уже хорошо. Ну. А потом идет уже немножко игра. Какая игра? По какому попадешь, по такому и пострелять. Да нет, ну подожди, надо вообще выше стрелять, надо выше первого стрелять. Нужно ниже первого стрелять. На 10? Да. Да как, что это? Да вот. Да подожди, не надо ниже первого стрелять. На 10, если у тебя стрела... Нужно стрелять по 30-му пину или по 40-му. Нет. Смотри, вот у тебя первый пин, 20-ка, да? Вот ты находишься. У тебя стрела полетит по дуге. В центре, на 10 метрах, она будет на пике. То есть она будет больше, чем... Она будет выше, чем 20-ка. Правильно? Значит, стрела прилетит выше. Если стрела прилетит выше, на 10, то надо 20-м пином стрелять чуть ниже. Понял? Я тебя понял. Ну, значит, надо стрелять 20-м пином чуть ниже. А это значит, что 30-й и 40-й будут еще ниже. То есть если ты стреляешь 30-м или 40-м, то у тебя стрела прилетит слишком высоко. Состояние 5 метров. Окей, другой разговор. Это недавно у меня видео было, когда я в ветку попал, вот, в 3-х метрах. Потому что у тебя прицел здесь, а стрела вылетает ниже. Ну да, ну, может, хорошо, с 10-ю метрами я чуть перее... Ну да, 10-е это потому что апогей параболы, если лечь сюда, 20-ки туда. Да, согласен. 3-5 метров, у тебя стрела будет ниже. Вот у меня, собственно, видео так и было, что я стрельнул, а она в ветку. Хотя я целился, у меня этой ветки даже не было в прицеле нигде, она была ниже. А стрела... Короче. Короче, этот прицел еще компенсирует тебе вот все углы, с которых ты стреляешь. И я пробовал, ну, там, с высоты, может быть, 4 метра. Я просто бросил мишень там на неизвестное расстояние и стрелял. Ну, как бы рисует пинок. Причем он рисует далеко не 20-й пинок. Ну, я понимаю, что... Не там должен быть 20-й пинок, где-то посередине прицел. Да, если там 5-3. То есть, вообще, вот этот, да, момент, потому что вот, как у нас прям с тобой ловко получилось. Я надеюсь, что вы все смогли проследить за темой. Мы начали с таргет-паники. И как таргет-паника может повлиять негативно на выстрел. Где я расскажу пока что? Ну вот. Сорян, у нас тут это, карамп, опять что-то пошло не так. Ну вот. То есть, мы вначале проговорили про таргет-панику. И как она может негативно в стрессовой ситуации повлиять на выстрел. То есть, что-то можно забыть. Если... Я привел свой пример, что я могу не забыть, руки правильно поставить, форму выдержать, но могу забыть, куда надо стрельнуть. Так вот, Олегов прицел новый, он помогает, даже если у вас случился приступ таргет-паники, когда вышел зверь. И вы забыли, по какому пину надо стрелять, а он вышел там 4 метра до него от основания дерева. То вам не надо об этом переживать, потому что прицел сам скажет. По какому пину. Ну и этот пин будет, как мы только что выяснили, будет вообще в непредсказуемом месте. Классно. Классно. Вообще здорово. То есть, тем, у кого есть таргет-паника, покупайте прицел Garmin Zero. Zero, как он называется? Garmin Zero. Чё-то? I-A-I. Чё-то-чё-то. I-A. Чё-то такое. Ну, короче, Garmin Zero. И у вас таргет-паника не исчезнет, не излечится, но симптомов станет меньше. Правильно? Всё верно. Всё. Всем здоровья. Мы пошли на охоту. Bye-bye. Чао. О, нет, не чао. Вы ещё нас слушаете? Ребята, объявление. Важное очень объявление. Буквально через несколько дней начнётся выставка охоты рыболовцев на Руси, на ВДНХ. В Москве. В Москве. В карчере всё прям вообще чинный. Обвес. Это от одного процента удачи. Обвес на лук будет предоставлен Ортманом. Спасибо им огромное за это. Помимо этого, это будет не единственный лук. Я уже говорил про это. Будет ещё один лук разыгран где-то там в процессе этой выставки. Лук, который предоставил тот самый Олег. Это его лук. Он с ним стрелял, но на охоте он пока не был с ним и не будет, потому что он его кому-то из вас подарит. Круто? Круто. И это ещё не всё. В марте будет, после уже сразу, после выставки будет ещё один конкурс, на который я лук с собой ещё один привезу. Вчера я его из магазина забрал. То есть, короче, вас ждёт куча ништяков. Возвращаясь к выставке, как будут проводиться розыгрыши, будет каждый подошедший к нашему стенду, ко мне подошедший поздоровать, там сфоткаемся, пообщаемся, вы получите талончик. Этот талончик с уникальным номером вы сохраните, и потом в субботу будет розыгрыш. Мы будем случайным образом тянуть разные талончики и выдавать призы. Ну и в итоге кому-то достанется самый главный приз, плочный лук Bear Archery Approach HC с обвесом, все дела. Так вот, бонус вам, кто дослушал до последней минуты этого долгого и нудного подкаста. Если вы подойдёте ко мне и скажете, Саня, я дослушал нудный подкаст, я заслуживаю бонуса. И вы действительно получите два экстра талончика. Два экстра талончика. Тем самым ваш шанс увеличится. Всё. Спасибо, что дослушали. Нудный подкаст. Теперь мы знаем. И так назовём нудный подкаст. Нет, у нас было другое название, я забыл, блин. Всё, нудный подкаст. Нет, что-то слои прекрасного. Не надо. Нудный подкаст. Ладно. Всё, всем пока, спасибо. До свидания. Bye. Субтитры подогнал «Симон»!